Казачьего движения Казачьего движения Казаки здесь не основа коренного населения, идет достаточно динамично. Ставшие традиционными фестивали и праздники, соревнования по рубке с шашкой козырла, показательные выступления не это главное, считают казаки. Основная задача в мирное время – воспитание гармоничной личности, любящей и знающей историю, культуру и традиции своего народа. За год работы ульяновский молодежный казачий центр Братина посетило свыше двух с половиной тысяч человек. Там, где активно, динамично формируется казачье общество, в общем-то, есть что показать, есть что рассказать. И самое, что главное, мы считаем, это все-таки каким-то образом позитивно, конструктивно влиять на подрастающее поколение. Потому что, конечно, восстановление, возрождение казачества, преемственность культуры и традиции – это очень важно. Но это все бессмысленно, если мы не будем заниматься подрастающим поколением. И ведь все, что мы вкладываем в них сегодня, таким и будет наш завтрашний день. В центре функционирует комната боевой славы, спортивный зал, библиотека, танцевальный класс, казачий конный клуб, музеи, классы для занятий от научных до прикладных. Кстати, одно из важнейших направлений, связанных с воспитанием, является поисковая работа и реконструкция боев. Каждая реконструкция по-своему интересна. Ты переживаешь именно тот период. То есть реконструкция обычно длится минут 40. И я хочу сказать, что это достаточно тяжело. Тяжело морально. Войти в роль воина, настроиться на то, что чувствовал он, прочувствовать самому, очень ценно с воспитательной точки зрения. Немногие казачьи центры в России могут похвастаться таким широким охватом различных сфер людских интересов. Кроме разговора о будущем и подведения итогов, на Совете состоялась презентация симбирской казачьей азбуки. Книга издана благодаря областному гранту. Хочется отметить, что развитие казачества в регионе прежде всего заслуга личностей, таких как заслуженный работник культуры Ирина Гришина, зам атамана Павел Чувилин и атаман Сергей Дедюев. После Совета атаманов их и многих других Сергей Морозов наградил лично. Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.